Что вы думаете по поводу нападения России на Украину? Да нет, это братья куда? Дальше некуда. Лучше объявить им войну и зацел в плен. Так будет быстрее. Войска народной милиции ЛНР и российской группы О вошли в Лисичанск с юга и, выбив противника с местной профзоны, продолжают защищать жилые кварталы. Одновременно союзники нанесли удар в сторону Лисичанского НПЗ с целью отрезать город от последнего пути отступления на север. Помня итоги Мариупольского котла, защитники завода АЗОВ срочно убежали в Лисичанск. 800 мирных заложников освобождены. А блокированные в районе Боровского войска ВСУ частично уничтожены, частично взяты в плен и частично бежали на правый берег. В настоящее время Северодонецк и все левобережье Северского Донца контролируются милицией ЛНР. А освободившиеся на левобережье союзные силы помогают выдавливать противника из Лисичанска, который делает попытки прорваться к Северскому, но попадает под перекрестный огонь со стороны Белогоровки и Лисичанского НПЗ. Таким образом в Лисичанске собрались все осколки разбитых в этом районе войск ВСУ, которые вышли из всех местных котлов в один большой. И пока у них есть возможность ночью мелкими группами и перебежками уйти к новой линии обороны, но тяжелую технику придется бросить. Но сначала надо определиться, где же она эта новая линия обороны. Линия Северск-Солидар-Бахмут начинает разваливаться, не успев возникнуть. И добежавшие до нее живыми воины из Лисичанска могут попасть в новый, еще более крупный мешок. Так с юга от Светлодарска войска ДНР уже практически вошли в Бахмут. А с Попаснинского плацдарма идет успешное давление на Солидар. Последний оплот ВСУ Северск с двух сторон находится под артиллерийским контролем и также долго не продержится. Конечно, можно зацепиться в славянско-краматорской агломерации, но и туда уже подходят войска группы О из Светогорска. Единственный путь у Киева – уходить на правый берег Днепра, там окапываться и начинать переговоры с Москвой о полной капитуляции. Только таким образом Украина может сохранить свою государственность. Вот и наставил мне день, и ты в Интонах. Хуй, вы там гадали, блядь, нахер, блядь, картофельку даю подгортати, блядь. За кого идти воювати за землю? Та при любом розкладе кожен з нас получив свои два метри земли. За кого? За порохоботів, за зелібобиків, ніхера. За тих 450 дармоїдів, які все життя продали країну, за їхніх отпрысків, які зараз вваляються в сонячній Іспанії. Чи за олігархат, за їхні інтереси, за їхні бабки. Ага, зараз. Як мені щось треба було, так що починається? Девять кругів бюрократії, на кожну бумажку треба другий фантік. Ну, ну, Зеленський, мені соромно, соромно за тебе, що я за тебе голосував. Тому що країну до такого довести, то хіба реально міг тільки ти і твій 95-й квартал. Ми допомагаємо? Конечно, всім допомагаємо. Вам плacerів не убиваєте? Ми плаких не убиваємо. Ми їх уговаємо. Так? Так, щоб вони стали хорошими. Конечно. Умагающе! Продолжение следует...